Девушки отдыхают Положительно или отрицательно То, что мы не говорим, так же влияет Будем следить за своим языком Вы мне скажете, мы об этом уже знаем Однако, может быть, это небольшое послание будет для вас хорошим напоминанием Слово Божие всегда является нашим ориентиром В Библии, в первом послании Петра, третьей главе написано «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла» Библия, конечно же, очень подробно описывает зло Которое может нанести язык и все его последствия Но Божья цель и цель моего послания — помочь нам измениться Божья цель для каждого из нас, чтобы мы изменились Мы способны измениться Даже наше сердце, на которое повлияли зло и реальность греха Способны измениться, когда Дух Святой вмешивается в нашу жизнь своей сверхъестественной силой Он прикасается к нам и преобразовывает то, что человек не в силах меняться Когда вы обращаетесь к врачу, вы сначала показываете ему язык По крайней мере, раньше было так, когда мы, будучи детьми, посещали врача Смотря на язык, врач уже понимал многое об общем состоянии здоровья человека Язык действительно показывает, кем мы являемся Он влияет на всю нашу жизнь Позитивные слова создают позитивную атмосферу Негативные слова создают негативную, тяжелую атмосферу Иногда люди удивляются, почему они всегда одиноким Такое часто происходит, потому что человек негативен И другие люди не любят соприкасаться с этой тяжелой атмосферой Итак, мы должны стать теми людьми, чья речь отличается Наша речь должна быть позитивной, вдохновляющей Давайте послушаем Слово Божие Ефесиным, 4 глава Никакое гнилое слово «Да не исходит из уст ваших», а только доброе Для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим Послушайте внимательно Наши слова могут передать благодать, вдохновение и поощрение Я хочу вдохновить вас стать вдохновителями в свою очередь Иными словами, мы должны быть источниками назидания Вдохновения и благословения посредством нашей речи Как я говорил, негативные слова сковывают Они сковывают разговор, атмосферу и печалят самого Бога Некоторые говорят Вот этот человек добрее к животным, чем к людям Это ужасная слава Дело в том, что нам нужно передать позитив Даже если мы не получаем ничего взамен Даже если слова обращены к нам, холодным человеком В таком случае атмосфера изменится И вы сами убедитесь в этом Иногда нехорошие слова передаются подросткам или даже детям Это негативные слова, которые оставляют след в их жизни Например, ты ничего не умеешь, ты глупый Ты всегда фальшивишь, когда поешь Ну или так, ты бездарный, из тебя ничего не выйдет Такие слова могут влиять на всю оставшуюся жизнь ребенка или подростка Особенно если они были произнесены авторитетным для него человеком Слова авторитетного человека имеют больше влияния Поэтому мы в этом плане ответственны за наши слова Мы должны следить за своими словами Может быть, вам не хватало добрых слов в вашей жизни Такое тоже бывает Я могу из личного опыта сказать, что добрые, похвальные, одобрительные слова со стороны моего отца Мне были очень нужны в определенные ключевые моменты моей жизни Но они так и не прозвучали Конечно, я должен был с этим смириться Но даже если все происходило не всегда так, как мне хотелось Божья благодать, Его любовь и присутствие в моей жизни Помогли мне восстановиться и исцелиться Именно в этом заключается сила Благой Вести Именно поэтому мы говорим об этом сейчас Слово Божие говорит нам очень много о языке В послании Иакова, где об этом говорится очень ясно и просто, написано, что мы все так или иначе согрешаем Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный Мы несовершенные, и мы все нуждаемся в том, чтобы что-то изменить Я хочу предложить вам пять простых шагов к применению Не хочу вас чересчур долго задерживать Но я благодарен за то, что вы со мной Остаетесь, чтобы услышать об этих пяти шагах Итак, во-первых, отпустите ваше бремя Все то, чего вам не хватало Все, что вас ранило Отпустите все то, что вам причиняет боль сегодня Даже если это произошло очень давно Ну, например, 10, 20 или 30 лет назад Прощайте и освободитесь от этого Божья сила способна вас полностью освободить от прошлого В котором негативные, тяжелые слова вас ограничивали Заключали в тюрьму и не давали вам двигаться вперед Сегодня я провозглашаю, что это проклятие сломлено во имя Иисуса Сами провозглашайте эти слова над этим злом, совластью Во имя Иисуса Для того, чтобы вам начать новый этап в вашей жизни А затем нам важно признать, что мы были не только жертвами негативных слов Но мы сами также произносили эти негативные слова Мы должны покаяться Мы должны признать свои ошибки Вспоминая пророка Исаию, который, согласно 6 главе, находится в Божьем присутствии Об этом можно прочитать в книге Исаии, 6 главе, в первых стихах Он встречается с Богом И первое, что он осознает, хотя он и пророк Это то, что его уста нечистые Он осознает, что у него есть проблема с языком И он просит об очищении Вы тоже просите об очищении ваших уст Наш язык должен перестроиться И научиться говорить позитивные слова В первом послании Петра, 3 главе, также написано Благословляйте, зная, что вы к тому призваны Благословляйте, а не проклинайте Даже если нам хочется говорить противоположное Примем решение быть послушными этому слову, которое говорит Благословляй, не воздавай злом за зло И тогда увидишь проявленную Божью силу Далее, в-четвертых, дисциплинируйте свой язык Мы нуждаемся в силе, в благодати Но также должны принять решение Дисциплинировать язык для того, чтобы он не выходил из-под контроля Точно так же, как корабль нуждается в штурвале Мы должны дисциплинировать язык посредством подчинения Господу И хочу завершить этими словами Мы должны подчинить свой язык Духу Святому Подчиним наши жизни Духу Святому Итак, я повторю Отпустите бремена Очистите язык Благословляйте Дисциплинируйте язык И подчините его Господу Пусть нас Бог всех благословит Мы все нуждаемся в спасении И в том, чтобы трудиться над самими собой Следите за своим языком успехов Пусть вас Бог благословит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому